Победа – достойное место в истории. Волейбольный локоматист сделал двойной подарок своим болельщикам. Обыграл чемпиона и открыл клубный музей. Кристина Лата расскажет подробности. Громкую вывеску первого домашнего матча чемпионата дополняло историческое событие – открытие музея клуба. Теперь на локоматив-арене есть экспозиция, посвященная истории команды – от истоков до современности. Музей в железнодорожной тематике в виде вагонов поезда. Каждый болельщик, который приходит на игру, может пройти по пути локомотива. И физический, и исторический путь нашей команды. Много интересных экспонатов. Музей будет пополняться. Это только начало выставки, поэтому, возможно, впереди еще много открытий, но интересных фактов. Вполне достоин попадания в музей и матч с «Зенитом». Не каждый день так ярко удается обыграть действующего чемпиона. Локомотив испытал определенные сложности в первой партии, которая завершилась на больше-меньше – 27-25. Дальше Куркаев и Лызика отлично играли на блоке. Забивал Казаченков, хорошо вписался новичок-доигровщик Атанасов. А соперник напротив, казалось, расклеился. Не помогли «Зениту» и перестановке в составе по ходу третьей партии. Локомотив выиграл 3-0. Когда у тебя хороший съемок и лучше играешь на подаче, блок подачи, сложно проиграть игру. Поэтому думаю, что логично, что показали две команды, результат в нашу пользу. Но я не хочу заходить в какое-то заблуждение, что мы сыграли какую-то суперигру. Да, чище сыграли, но еще мы не готовы тоже. Следующая проверка готовности – 29 октября. Железнодорожники сыграют в Новокуйбышевске против местной «Новы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова